Необходимости сохранения генофонда старых сортов плодовых культур черкесских садов было посвящено мероприятие, прошедшее во Дворце культуры Аула Хабес. Участниками Круглого стола стали как знатоки сельхозотраслей из Хабесского и Адыгихабльского районов, так и эксперты из других регионов страны. Подробности у Артур Амкце. Мало создавать что-то новое, необходимо сберечь то лучшее, что есть. Такого мнения придерживаются все, кто принял участие в заседании Круглого стола в Хабесском Дворце культуры. Сохранение генофонда старых сортов плодовых культур черкесских садов. Для обсуждения этой темы приехали в том числе эксперты из Адыгеи. Это отбор, это селекция сотен лет, поэтому сохранить ту культуру, те наработки, которые существовали, они сегодня есть у каждого народа и в каждой местности, для того, чтобы сегодня в связи с изменяющимися природными климатическими условиями, сегодня начали поворачиваться, понимать цену всем этим вещам, потому что это будущее. Нередко решение многих вопросов скрывается в простом желании действовать. Можно сколько угодно рассуждать о той или иной проблеме, но без конкретных шагов к цели все разговоры окажутся бессмысленными. Представители Карачаев-Черкесии хотят восстановить ранее популярные в регионе сады. С этой целью они обратились за помощью к специалистам филиала Института растениеводства имени Вавилова. И те, имея богатый опыт, пошли навстречу. Черкесское садоводство ранее располагалось повсеместно и в Карачаево-Черкесской республике, но сейчас, к сожалению, садов каких-то таковых не осталось у нас. В основном остатки этих садов располагаются на территории Республики Адыгеи и в Краснодарском крае. В настоящее время в Республике есть несколько вариантов для воссоздания старых садов. Как обещают организаторы мероприятия, будет сделано всё возможное, чтобы сохранить то лучшее, что когда-то было наработано и развивалось стараниями многих поколений. Артур Мухцелек Малхожев, Вести Карачаев-Черкесия, Хабес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова